17 июля в Сарове будет освящен храм царственных страстотерпцев. Он возводился на протяжении пяти лет и, казалось бы, так случайно совпало, что завершение строительных работ выпало на столетие расстрела семьи императора Николая II. Впрочем, верующие люди видят в этом божий промысел. Об истории создания храма, о том, что еще необходимо сделать, о планах на будущее и мероприятиях, посвященных освящению храма, нам рассказал благочинный Саровского округа Нижегородской епархии протеерея Александр Долбунов. Отец Александр до открытия храма остался, по большому счету, всего месяц. На какой стадии готовности? Все ли успеваете? Все ли идет по планам? С божьей помощью планируем освящение храма с 16 на 17 июля в ночь. К этому времени общие строительные работы завершены. Сейчас внутренне убранство храма занимаемся. Завершена роспись уже, стены самого храма. Положена плитка гранитная по всему храму также. Сейчас небольшие работы остались по фасаду, облицовку цоколя и благоустройство самой территории. Укладка газона, брусчатки, установка сетильников уличных, скамеечка, еще что-то. Детскую площадку надо успеть смонтировать. В принципе, я думаю, что с божьей помощью мы должны успеть и это мероприятие, которое намечено на середину июля, провести достойно. Ну, сейчас уже видно, да, что храм, он красив, он во всем своем великолепии открывается горожанам, и купола, и его белые стены, и роспись прекрасная. Давайте вспомним, как все начиналось. Я знаю, что была не одна попытка построить здесь этот храм. Вот с самого начала давайте вспомним. Больше десяти лет назад еще покойным святейшим патриархом Алексеем было благословлено это место для строительства храма царственных страстосерц. Вот. Но время шло, и было несколько проектов строительства этого храма. И последний проект, он уже был утвержден митрополитом Нижегородским Азамасским Георгием, это где-то уже у нас в двенадцатом году. Даже в тринадцатом. Тринадцатый год. Вот. И с божьей помощью вот в течение пяти лет с начала утверждения проекта и начала строительства и завершения этот объект, я думаю, в пятилетнем такой срок мы укладываемся. Начиналось много трудно все было, не так все просто. Хотя место было выделено городской администрацией, можно было бы сразу начинать. Но Господь судил так, что именно, наверное, к столетию вот этой даты трагического биения царской семьи был установлен, построен вот этот храм-памятник в честь с царствами на страстосердцев. Поэтому я думаю, что это промыслом Божьим так было предопределено. Действительно, так символично получается. Да. То есть не было тут не специальных задержек, не специальных каких-то моментов оттягивания. Именно вот идем и как бы план поставили. Там вначале планировали за два года построить. По тем или иным причинам не получилось. Три года. Ну вот от начала до завершения практически пять лет. Сразу это планировалось как храм, посвященный царской семье? Да. Именно это место было уже определено как храм царской семьи. Вначале, еще более в древнее смотреть, то храм царской страстосердцев должен был быть около кладбища, где его многострадали, сейчас его потом переименовали. Опять же, промыслом Божьим. Это место уже более подходящее, более такое какое-то торжественное, и величественно его отдали под храм царственных страстотерпцев. Мне кажется, логично, да, что храм царственных страстотерпцев должен был появиться в Сарове, потому что Николай II сыграл важную роль в жизни Серафима Саровского. Почему так долго шли к этому? Ну, не хочу никого обижать, но Саров очень долго просыпается в такой спячке именно от духовного какого-то сна. И вот, и то, что храм, посвященный имени последней императорской семьи, здесь уже создался, это является как бы большой данью благодарности саровчан за то, что именно император своей семьей принял самое активное участие прославление батюшки Серафима. Вот. Он и сам раку с мощами нес. Царица Александра сама вышивала своими руками покрывала, которым покрывались мощи батюшки Серафима. Вот. И вся семья Венциновская присутствовала на этом большом мероприятии. И плюс еще император инициировал, чтобы прославление как можно быстрее совершило в дочке Серафима. Потому что мы знаем, что исторически какие произошли тяжелые события и революции, и потом уже вряд ли этот момент мог осуществиться. Поэтому опять же промысел Божий такой, что император Николай прославил батюшка Серафима, а в своем как бы таком слове, как бы таком предании батюшка Серафима сказала, царь, который меня прославит, того и я прославлю. И мы знаем, что в 2000-х годах наша, это семья нашей церкви русско-православной, вслед за русской церковью с рубежом прославила императорскую семью в лики святых за их мученическое, исповедническое окончание своего жития. За то, что они остались верными, остались вместе со своим народом и приняли мученическую смерть, пролив свою кровь. Вот и тем самым как бы показали свою любовь к Богу, к людям, к окружающим. Ну вообще это такая тенденция времени. Храмы, посвященные императорской семье, памятники Николаю, Николаю II и его семьи, они появляются не только в Сарове. И мы, получается, как в эту тенденцию времени попали. Ну, может быть, это и тенденция, но я же говорю, что вы спросили, что почему именно в Сарове он важен, этот храм. Именно я его как бы определил не только для себя, и мне поддерживают многие, что это знак благодарности саровчан, царской семьи за то, что они прославили Большего Серафима, который на сегодняшний день является защитником не только города Сарова, а всей нашей в Ночке России. Тут как бы Сарове ядерный центр и молитвенное заступление преподобно Серафима Саровского. Как бы два крыла, и материальное, и духовное. И здесь, как бы вот это сочетание, оно дает определенный какой-то такой гармонический союз. То есть получается мы такой центр... Под двойной защитой, духовной и материальной. И этот защит мы раскидываем над всей страной. Получается так. То есть большая ответственность города Сарова в защите всего Отечества. И молитвенное представительство преподобного Серафима Саровского. И ядерный щит. Вот вы сказали дань благодарности. Я знаю, что храм строился исключительно на пожертвования. То есть горожане как раз прямое участие в его появлении приняли. Да. Тут греха таять не буду. Ни копейки бюджетных денег нет. Все на средства благотворителей. Есть более крупные благотворители, попечители. Есть люди, которые приносили каждый свою посильную лепту, посильный вклад делал. Кто уже... Кто-то на кирпичики, кто-то уже потом на убранство, кто на колокола жертвовал, на купола, кто-то уже на внутреннее убранство. Это паникодилы, подсвечники, престолы, жертвенники, все остальное. То только пожертвенные, добровольные пожертвования. Никаких принудительных здесь средств влияния не было. И вот действительно эти пожертвования важны были, наверное, и для самих саровчан. Как раз выражалась благодарность. Да. Их благодарность. И встречая таких людей, я видел в их лицах радость, что они участвуют в этом богоугодном делании. Что их Господь сегодня сподобил поучаствовать вот в этом таком великом, благодатном делании по строительству этого прекрасного храма. И опять же, дань. И царские семьи они отдают. И просто Господу Богу несут вот это свою внутреннюю, духовную какую-то такую радость, что они, участвуя здесь, также в честь Бога получают вот это внутреннее удовлетворение, духовную радость. Поэтому здесь еще раз говорю, никакого ни уныния, никакого там кто-то пришел со скорбь и отдал этих как последнюю копеечку. Нет. Люди все участвовали с большой радостью. И я знаю, что сейчас можно поучаствовать не только финансами, но и каким-то своим физическим трудом в обустройстве храма. Проходят субботники. Будут ли они еще проходить? Наверняка будут. Вот расскажите. Да, конечно. Уже не один субботник провели, потому что строительные работы и велись, и ведутся еще. Ближайшие планируем их завершить, но все равно территорию постоянно мы и территорию выбираем, и внутри храма там, и пыль, и что-то. Поэтому есть у нас, я не скажу, что конкретные даты назначены, но по мере необходимости мы собираем такие субботники, приглашаем нашу активную молодежь. У нас есть православная молодежь, то есть у нас уже, слава Богу, при нашем благочине создан такой коллектив неплохой. Есть помощник у меня по работе молодежи. И вот уже приходят, опять же, с радостью, буквально недавно, наверное, месяц назад, даже меньше, вот именно молодежь православная приходила, они здесь навели порядочек и устроили небольшой чайпитий с пирогами. То есть вот это у них еще был такой момент объединения на духовной основе. Но принять участие в этих субботниках может любой горожанин? Да, пожалуйста. Сейчас и территория открыта, и храм открыт, как говорится. Кто желает прийти помочь, пожалуйста, прийти. Здесь есть постоянный человек, который подскажет, что нужно сделать, чем можно помочь. Вот. Поэтому. Ну, еще, как говорится, и финансово, кто еще желает помочь, мы также принимаем, потому что на завершение есть еще определенные проблемы финансовые. Ну, да. С Божьей помощью мы их закрываем, конечно. Будет желающий, примем. Каждая копеечка для нас дорога. И каждой копейке мы благодарны. То есть те, кто хочет принять участие в возведении этого храма, он может принять участие. Такая возможность есть. Да, и писать свое имя в книгу жизни. Именно по этому храму, пожалуйста. Принимаем ее. Просто даже многие, я говорил уже, именные колокола, на колокола пожертвовать. Кто-то жертвует, например, на именной и в крестический набор, это непосредственно. Кто-то пожертвовал на гранитный, мраморный престол жертвенника. Правда, мы сейчас его только будем сегодня-завтра устанавливать. Вот, на то есть тоже довольно-таки оригинальный получается момент. Вот. Каждый, кто каким образом хочет участвовать, тот участвует. Кто хочет своими трудами, пожалуйста. Кто-то хочет изготовить какую-то, например, вещь, изготавливает, привозит, мы принимаем. Естественно, согласовывали, чтобы тут не было аляписта, не было какого-то разнобоя. Вот. Мы уже видели, что сейчас даже фонари уличные, они в таком тоже древнем стиле, перекованной, чтобы тут все было в какой-то такой гармоническом союзе. А как вот получилось то, что получилось? Ну, опять же, наверное, промыселы божие остановились на третьем варианте. Один вариант был в начале 2000-х годов предложен. Второй вариант – это где-то до 13-го года. Это тут уже третий вариант, который показался митрополиту Георгию очень такой приемлемый приемлемый и красивый, потому что он в стиле древнем псковском. Вот. И место здесь еще такое, вот здесь рощица была, она и сейчас как бы это сосна. Вот. И все в такое окружение придает такого духа, духовного настроя, молитвенного, дружеского настроя. То есть вот здесь все-таки более-менее тихо, спокойно. Вот. И вот именно в таком стиле храм, приземистый, но в то же время такой белокаменный, с такими внутренними большими колоннами и низкими сводами. Вот это придает такую какую-то камерность. Ну, действительно, первый термин, который пришел мне в голову, когда я сюда пришла – уютный. Храм получился очень уютный, такой домашний по-своему. И я знаю, расписывали его тоже и саровчане, и гости города. Да, вот этот зал, где мы находимся с вами сейчас, этот зал расписывали саровчане, семья Кузьминых, иконописцы, которые иконы нам пишут. Вот это их работа, их труды. Вот. И довольно-таки получилось тоже. И даже зал получился уютным таком. Это зал, в котором мы будем проводить мероприятия, связанные с проведением детских праздников, Рождества, Пасхи Господней, других мероприятий, какие-то общие, наши общецерковные будут проходить мероприятия, события. Там же, может быть, конференции, другие столы будем проводить. Потому что это вот такой у нас, как бы, будет, может быть, основной храм благочения. Ну, так, наверное, все-таки будет, произойдется время, потому что храм всех святых, где у нас сейчас находится тоже наш, как бы, центр благочения. Это храм монастырский. И со временем, он, скорее всего, отойдет в комплекс монастыря. Вот. И будет там уже не приходской, а храм монастырского значения. Вот. На сегодняшний день у нас приходский храм. Это и у многострадального кладбища великомученика Пантелеймона в больничном городке. И все. А это уже получается вот такой большой, масштабный, где можно будет размещать уже какие-то наши службы благоченические. У нас же большой еще цокольный этаж, где мы будем планировать там также размещать те или иные службы. Но центральный храм – это не только службы, это еще какие-то мероприятия, направленные на взаимодействие с молодежью, на взаимодействие с детьми. Здесь тоже все Я про это говорю. Вот именно это, конечно, вот такой зал для общения с детьми, проведения каких-то мероприятий вот с молодежью, мероприятий. У нас же также взаимодействие есть по социальному направлению. Центр милосердия работает. Платерский центр создал. Все это у нас в нашем, как бы, внутри благоченической структуре. Все это существует. Я не скажу, что сразу все мы здесь обосновим. Ну, и даже этого храма нам не хватит. Со временем есть планы строить, дальше развивать. Просветительский центр построить, культурный. Библиотека должна быть. Должна быть аудиотека, должна быть хорошая воскресная школа не только для детей, но и для взрослых. Вот. То есть это планы большие. Ну, хотелось бы вот и близлежащую территорию, которая в сторону Павлика Мороза. Может быть, Господь благословит и на той территории что-то будет развиваться. Вот там построить здания Просветительского центра. Сегодня, да, мы можем наблюдать, что христианская вера, она начала играть все большее значение в жизни людей. И, наверное, это логично, потому что проходит время с конца девяностых, когда коммунистический режим пал, когда вот эпоха безбожья, наверное, не побоюсь этого слова, подошла к концу. И со временем люди все больше и больше возвращаются в храмы. Это вот мне как человеку, непосвященному со стороны, так кажется? Или это действительно так? Ну, на сегодняшний день, да, слава Богу, что есть та возможность ходить в храм. И каждый желающий может в любой день, когда ему необходимо пойти в храм. У нас в Сарове храмы открыты каждый день, все храмы открыты. Сказать, что на сегодняшний день все бегом побежали в храмы, тоже нельзя. Вот. Это, опять же, зависит от внутреннего состояния человека, от его, наверное, воспитания. Какое стержень у него заложили родители, какой стержень получил в образовании, в воспитании. Вот. И если есть такая потребность, человеку открыты двери в храмы, пожалуйста. И заставить верить в Бога нельзя. Его можно в себе открыть, внутри себя, в душе, в сердце. А заставить Бога туда запустить невозможно, если не будет внутреннего желания. Ну, внутреннее желание и возможность открыть Бога – это такой интересный момент. Допустим, вот мое поколение, мы воспитывались родителями-атеистами. И в нас с детства не закладывались какие-то основы веры в Бога. И тут уже как-то в течение жизни приходишь. К сожалению, через проблемы. Почему-то к Богу приходят через проблемы. И может здесь вот просветительский Центр, о котором вы говорите, может переломить эту ситуацию? Конечно, конечно. Вот как бы сейчас есть такая, пускай она не то, что непрописанная программа, так, духовного образования, духовного просвещения. Это православный детский сад. Потом идет православная гимназия. Потом идут какие-то, например, вузы, факультеты теологии. Вот. До теологии. Там параллельно с школьным образованием воскресные школы создавать. В воскресных школах обучаются те дети, которые не пришли в православную гимназию, но они, их родители хотят, чтобы они узнали хотя бы историческо-культурные наследия своей Руси, своих предков. Ну, с детьми все понятно. Они сейчас воспитываются, как быть вот со взрослыми людьми. Потому что помимо того, что мы не научены верить, а есть еще такой момент, как какая-то, может быть, боязнь или барьер. Вроде бы и хотел бы сходить в храм, но я не знаю, как одеться, я не знаю, как вести себя в храме. Этому тоже надо учить. А я думаю, вот при этом храме очень удобно будет. Вот, например, в этом зале будут так называемые воскресные беседы со взрослыми. Пускай во взрослом возрасте, но первые шаги, как прийти в храм, правильно говорить, во что одеться, как надо себя подготовить. Если вы хотите приступить впервые в жизни к причастию, к исповеди. Вот. Я думаю, что пока вот здесь мы будем проводить такие беседы. То есть прямо планируются эти такие курсы? Да, почему нет. Это же будет хорошо. Это же будет очень здорово. Я думаю, по воскресному дня мы будем здесь проводить. Объявим набор слушателей. У нас священники очень образованные и все кандидаты богословских наук. Поэтому я думаю, что достойно. И уже по уровню взрослого человека все это будет преподноситься. То есть обязательно, обязательно, ни в коем случае нельзя заниматься только детьми, отбросив нашего тоже взрослого поколения. Если у них есть желание, если у них нет духа противоборства и духа такого противления, двери всем открыты. С радостью будем принимать. Даже если пока есть любопытство, а нет веры, все равно будьте рады. Конечно. А почему? Ну это же нормально. Если у тебя нет духа антагонизма, если ты пришел не для того, чтобы искушать священника, подзадавать ему каверный вопрос, а потом посмеешься, посмеяться уйти. А с духом познания, пожалуйста, всем двери открыты. Поэтому Господьского всех принимаем. Будем ждать с нетерпением. Да. 17 июля планируется торжество, посвященное освящению храма. Что будет еще? Потому что это памятная дата, дата гибели царской семьи. И мероприятия, они будут, наверное, по всей стране проходить, в том числе у нас в Сарове. Что будет у нас в Сарове? Вот. Ну у нас уже как бы начались мероприятия. У нас уже была такая историческая научная конференция проходила. Приезжал профессор исторических наук с Москвы. Вот. У нас уже вчера приезжал Сретенский хор. То есть это в рамках вот этого празднования столетия мы привозили для наших саровчан вот этот хороший коллектив, который пользуется очень большим успехом. И при аншлаге проходил вчера концерт. Люди все с благодарностью, с радостью слушали эти песнопения. Вот. Говорят, мероприятия еще вот таких научно-духовных будут проходить. А основной как бы кульминации это 16-17 июля. Вот это как раз те даты, которые для нас как бы является вот этой отправной точкой очередной. 16-го июля у нас в 23 часа будет совершен крестный ход. Начало крестного хода в 23 часа. Это от монастыря Свято-Успенского пустыни сюда. И в 19 часов ночи будет совершено великое освящение и первое божественное митургии в этом храме. Возглавляет будет митрополит Нижегородский, Роза, Москва и Георгий. Поэтому всех приглашаю принять участие в этих торжествах. Вот. Я думаю, что это будет очень тоже масштабное, такое торжественное. Такое торжественное мероприятие в этом. Такую значимую ночь. Ну, я надеюсь, каждый тоже будет в духовном трепете пребывать в таком настроении. И уже после 17-го храм будет в рабочем режиме? Все. С 17-го, то есть вот с этой первой литургии, на протяжении 40 дней он вообще не будет, то есть на протяжении 40 дней будет постоянно каждый день литургии совершаться. Вот. Утро, вечер будет совершаться служба. Вот. Ну и все. Он открывает дверь для полного своего функционирования. И ежедневно будет совершаться служба. То есть вот как в остальных храмах, храмах в любой день можно прийти, свечку поставить, помолиться. Да, да, да. То есть начинается полноценная церковная жизнь. И будем надеяться, что этот момент будет и со временем молитвенно. Здесь как-то такой будет благодатный настрой и у жителей местных, и у тех, которые желающие прийти сюда и помолиться, и просто постоять, покреститься, повенчаться. Вот я думаю, даже для таинства венчания был очень такой знаменательный храм построен, что он так... Он же и внутри роспись царская такая, поэтому всех приглашаем, кто не венчан, готовайтесь. Вот то, что мы сейчас видим, это соответствует ожиданиям? Все равно, наверное, внутренняя картинка какая-то была? Ну, наверное, даже маленькая, чуть выше ожидаемых. Божья помощь, что-то уже получил. Неплохо, хорошо. Будем верить, что будет еще лучше. Наконец, увидим вас. Самое главное, да, вот это наполнить духовность составляющей теперь, чтобы люди на самом деле приходили и получали то, для чего они сюда пришли. Не просто как красиво, как хорошо, а чтобы в них, в душе зародилась искра. Искра вот этого любви к Богу. А если искра зарождается, если ее поддерживать, она потихонечку разгорается. Что такое любовь к Богу? Это ты всех любишь, никому слова не желаешь. Это ты хочешь добрые дела творить, дела милосердия, а злых избегать. Вот для этого цель наших всех храмов. А не просто красоту посмотреть. Ну и красиво тоже должно быть. Да, должно быть. Гармоничность должна быть. И красота физическая, и красота духовная. Как в каждом человеке. Он должен быть телом, душой красивым. Должен быть. Поэтому Господь создал нас такими, чтобы мы были. Иногда мы свою душевную красоту немножко где-то заглушаем. Пытаемся о ней не думать. Тело питаем, греем, одеваем, а душе забываем. А также нам нужно питать. А чем ее питать? Молитвой. Делами милосердия, сострадания, любви. Вот. И только все будет хорошо. Человек будет счастлив. Если он будет счастлив, другие будут рядом. Всем счастливы. Отец Александр, спасибо за ваши ответы. С нетерпением ждем 17 июля. Да, будем вас быть так же. Для этих торжеств освящения храма. Приходите, да. И будем верить, что этот храм станет настоящей жемчужиной нашего города. Так. Очень бы этого хотелось. И духовном плане также. Поэтому всех... И благодарю через вас, те, которые люди приняли участие. И призываю к дальнейшему соучастию в наших делах общих. Поэтому храм открывается для всех. Открытые двери будут. Каждый вопрос недоуменный. Приходите, задавайте. Будем рады на него ответить. С помощью Божьей вам. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова